Посмотрите, что Путин сказал на пресс-конференции вчера. Он дал пресс-конференцию и выступает, а он говорит, «Знает ли американский народ, знаете ли вы или беспокоит вас то, что вы поставляете оружие группе людей, чей командир ест врага на поле боя?» Очень точно сказано. На самом деле, очень точно сказано. Кто бы мог подумать, что мы будем выслушивать лекции от Владимира Путина о морали. Кто очень плохой парень, кто совсем не хороший парень. Но мы настолько плохи сейчас в политике, что поддерживаем парней, которые делают подобное. Мы проигрываем Владимиру Путину в этом споре. И вот насколько сильно мы проигрываем. Послушайте, насколько сильно. Кто-нибудь спрашивал себя, почему эта история о кольце Суперкубка всплыла именно на этой неделе? Это очень старая история. Почему так внезапно? Реально старая история. Потому что Путин... Мы воеваем с Россией чужими руками. История о кольце — это о том, что Роберт Крафт, собственник команды New England Patriot, обвинил Путина в том, что он украл его кольцо Суперкубка. Он потом отказался от своих слов, но да. Но Путин и что-то подобное — это абсурд, это смешно. Крафт сказал, что это Белый дом, посоветовал ему сохранить это в тайне. Но потом, внезапно, через три года, внезапно... Это история в газетах. Почему сейчас? Таких совпадений не бывает. Мы воюем с Россией чужими руками сейчас. И Путин выходит и говорит вещи типа, «Знаете ли вы, парни, что ваш президент и ваш конгресс вооружают каннибалов? Людей, которые съедают своего врага на поле боя? И мы проигрываем настолько, что все, что мы делаем в ответ, это сливаем историю типа, «А он украл кольцо Суперкубка, вы в курсе?» Вот о чем эта история. Все тупо и просто. Вот о чем эта история. Америка, я несправедливый мессенджер для этого. Вы можете позвать мне, что хотите, и сказать, что я не люблю президента, или что-то, не важно. Я просто хочу, чтобы вы слушать здесь за несколько минут, и я вам покажу видеотип. И я вам покажу о том, что большинство републикансов здесь. Републикансов, как и демократов, которые выращивали нас в другую войну. Ваш губерменте использует вашу название, и они выращивали вас в Мидле-Ест снова. И только 15% of американцы think это будет хорошая идея. 11% think мы должны sending армс на Сирии. Но эти numbers don't come из-за этого Продолжение следует... 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 Продолжение следует...